Здравствуйте, дорогие мои друзья, с вами Светлана Ведой. Сегодня у нас нумерологию. Мы рассмотрим сегодня такую интересную тему, как сексуальность. Давайте запишем сексуальность. Вот действительно бывает так, что вы встречаетесь с человеком, и с ним все превосходно, замечательно. Он вам подходит по всем параметрам. И не пьет, и не курит, и цветы дарит, и на руках носит, и абсолютно все прекрасно. И когда дело доходит до секса, вы понимаете, что это абсолютно не ваш человек. Абсолютно. Или он просит вас сделать то, что вы вообще не готовы, не приемлете такого никакого. Или наоборот, вы хотите какой-то полета фантазии в постели, но человек зажат и ничего, в общем-то, не желает делать и считает вас аморальным человеком. То есть вот бывает действительно такая нестыковка абсолютная в сексуальности. Бывают притирки, бывает, когда каждый из партнеров идет навстречу друг другу, пытается что-то делать, разнообразить. Но действительно для кого-то это бывает камнем преткновения. Даже если по другим позициям все абсолютно все хорошо и все нормально. Так вот, давайте мы с вами высчитаем сейчас сексуальность вас и вашу сексуальность, сексуальность вашего партнера. И сразу хочу сказать, что это не значит, вот это уже мы поставили прям как клеймо, да, заклеймили человека определенными понятиями. Нет, конечно же, потому что на сексуальность очень многие аспекты влияют, не только нумерология, астрология также. Это также социальная среда, где человек жил, это также социум очень сильно влияет. В семье, в которой родился этот человек, как он жил, да, что он видел и насколько он, допустим, образован в этих вопросах. На самом деле здесь очень много может быть факторов влиять на сексуальность, но на сегодняшний день, да, вот сегодня мы с вами в этом видео рассмотрим сексуальность именно по нумерологии. Итак, дорогие мои друзья, все, что вам нужно, это знать дату рождения человека. Ну, например, я пишу всегда свою дату, вы пишите свою и своего партнера. Итак, мы должны сложить все цифры, да, 9, 1, 10, 7, 8, 9, 10, 20, 5, 25. Теперь мы складываем две цифры до однозначного числа. А у нас должно быть от 1 до 9, 2 плюс 5, получается 7. Вот на данный момент у нас с вами получилась цифра 7. Напишите в чате, в комментариях, какая цифра получилась у вас, какая цифра получилась у вашего партнера, у того человека, кого вы рассчитываете. И сейчас мы с вами все эти цифры рассмотрим. Я расскажу вам, что каждая цифра несет в себе. Итак, дорогие мои друзья, вот если у вас получилась цифра 1, у вас или у вашего партнера. Люди с числом сексуальности 1 уверены в себе и очень привлекательны. Они любят обращать на себя внимание любыми способами. Однако их почти невозможно соблазнить. Они слишком властные. Поэтому предпочитают сами проявлять инициативу и решать, когда, где и с кем. В сексе единицы эгоистичны. Они стремятся доминировать, а иногда вообще забывают про интересы партнера. И помимо этого число 1 – это секса тип. Это такие консерваторы. Единица ограничивает страсть и фантазию. Это тот случай, когда человек смущался даже подумать о чем-то этаком. Как правило, единицы могут раскрыться, но в продолжительных и прочных взаимоотношениях, когда присутствует полное доверие к партнеру. Единицам всегда нужно помнить, что традиционность и однообразность, даже очень качественные, со временем приедаются. Ведь вы же не можете годами на обед кушать только красный борщ, да? Даже если он приготовлен, но очень вкусно. Единица – это эмоции и порывы, которые всю жизнь сдерживать невозможно. И хоть иногда нужно себя баловать новыми блюдами. Если же у вас получилась цифра 2, у вас или у вашего партнера, для людей с числом сексуальности 2 важен психологический комфорт, единение душ с партнером и тактильный контакт. Так, свой потенциал они не выставляют на всеобщее обозрение, а страсть секса у них зависит от психологической близости с другим человеком. Чем комфортнее двойки с ним, тем свободнее она будет себя чувствовать в постели. Также они очень внимательны к желаниям, потребностям своего партнера. И число 2 можно даже называть сексотип-сенсоры, да? Для таких людей очень важно именно прикосновения, запахи, ощущения. Двойки исключают любой напор, а уж абсолютно не приемлют грубости. Шквал страстей – не их конек. За двойками нужно красиво ухаживать и потакать их желанием. Они постоянно себя контролируют, но при правильном подходе очень даже способны расслабляться. Атласные простыни, аромасвечи и хорошая музыка делают их прекрасными любовниками. Ну что же, смотрим, есть ли у вас цифра 3 у вас или у вашего партнера получилось. Тройки привлекательны и любят сами добиваться секса. Они обожают эксперименты, всегда готовы попробовать что-то новенькое, а их фантазия не знает границ. Им просто необходимы новые яркие ощущения. Из-за чего они склонны к изменам? Таким людям нравится бурный и спонтанный секс. А еще они нередко становятся заложниками своей сексуальности. Ведь серьезные отношения – это не про них. Ну и, конечно, число 3 – это сексотип экспериментаторы. Очень самодостаточные личности, которые хотят и берут, и им совершенно наплевать на то, что думают другие. Тройки – это магни для окружающих. Они получают максимум удовольствия от секса. Да что там максимум, они им просто живут. Это вип-клиенты секс-шопов. Они хотят попробовать все. Но следует учесть и то, что тройки, как правило, не останавливаются на одном партнере. Поэтому, когда ваша фантазия закончится, не исключено, что тройка пойдет искать новые ощущения в другом месте. Посмотрим четверку, если у вас получилась цифра. 4 – сексуальность четверок слабо выражена. Они консервативны и считают, что секс нужен только для продолжения рода. Секс по расписанию – это про них. Правда, бывают исключения. Некоторые люди с числом сексуальности 4 идут против всех запретов и пускаются во все тяжкие, меняя партнеров. Но тут не все так просто. Стоит таким натурам испытать разочарование один раз, и они становятся закрытыми консерваторами. И число 4 секса тип – это стабильность и огонь. Может, и странное сочетание слов случилось, но это, в принципе, самый интересный тип и самый надежный. С четверкой вы всегда будете чувствовать себя спокойно, стабильно. Это постоянный партнер, в котором можно разжечь такую страсть, что все цифры обзавидуются. На первый взгляд, консервативный и уравновешенный человек в постели способен доставить просто неземное удовольствие. Кстати, техники секса для него не принципиальны. Это могут быть и наручники, а может быть просто прикосновения, которые способны свести с ума. Итак, у нас цифра 5. Если у вас пятерочка, у вас или у вашего партнера. Люди с числом 5 сексуальны, ветренны, а иногда даже распущены. У них богатый опыт, они любят разнообразие, новые впечатления. Если в отношении к пятеркам станет скучно, то они, не задумываясь, начнут искать нового партнера. Верностью они тоже не отличаются. А еще они очень любят эксперименты. Поэтому среди них много бисексуалов. Число 5 – это сексотип, жертва. Пятерки – это люди с особой душевной организацией. Они очень чувствительны и готовы подстраиваться под любое настроение партнера. С одной стороны, подстройка – это хорошо, а с другой стороны, это подавление собственных желаний. Пятеркам необходимо перестать анализировать и позволить себе просто получать удовольствие. Ведь сексуальные отношения – это не работа. Итак, если же у вас или у вашего партнера получилась цифра 6. Шестерки очень сексуальны, однако почти не пользуются этим. Они верны своему партнеру и брезгливы. Для них важно доверие и уверенность во второй половинке. Но секс эти люди могут использовать в качестве наказания или поощрения. Кнут и пряник, как говорится. И, конечно же, число 6 сексотип – это фантазер. Мечты и фантазии – это, конечно, неплохо. Но кроме этого всего, шестерки требуют себе особенного отношения. А прежде чем вы добьетесь от них допуска к телу, вам придется изрядно попотеть. Шестерка любит декорации, как в театре. Любит красивые слова, цветы, подарки, серенады под балконом и прочее. Для таких людей важно хоть иногда спускаться с небес и жить земной жизнью. Ведь удовольствие от секса можно получить и без всякой атрибутики. Итак, мы смотрим семерочек. У кого получилась цифра 7 или же у вас, у вашего партнера. К страсти семерки относятся сомнительно. Больше всего в партнере их привлекает интеллект. На эксперименты они соглашаются скорее не для получения удовольствия, а для исследования неизведанного. Такие люди верны и требуют того же от партнера. И еще от них просто невозможно скрыть измену, ведь они очень наблюдательные. Число 7, сексотип – это директор-одиночка. Семерки очень страстные, эмоциональные и настойчивые. Они всегда хотят занять позицию главного. Для семерок секс – это наслаждение и подзарядка, как зарядное устройство для мобильного. И если семерку партнер не будет удовлетворять в постели, он с ним распрощается без промедления и сожаления. Семерки не боятся остаться одни, для них одиночество – это свобода выбора. Если же у вас получилась восьмерочка, у вас, у вашего партнера. Люди с числом сексуальности 8 не могут представить свою жизнь без работы. Поэтому они часто привлекательны для других, благодаря своему статусу и материальному положению. Они отличные любовники, обожают секс, но только если он не отвлекает их от важных дел. Ну и на измену у таких людей обычно времени нет. И число 8, сексотип – это контролер. Очень хороший тип. Он принадлежит людям, трезвым и здравомыслящим, которые привыкли контролировать всё и отношения в постели. Не исключение. Исключение 8 способны и на бурную фантазию с реализацией, и на традиционный секс. Это такие универсальные солдаты. Восьмёрка способна на наручники и на театральные декорации в зависимости от ситуации и настроения. Тут одно только важно – контроль процесса. Для восьмёрки важно быть лидером, поэтому такие люди себе в партнёры берут людей ведомых, которых легко подчинить. Если у вас получилась цифра 9, у вас или у вашего партнёра. Для девяток – сексуальность – это романтика. Для них важно всё для мелочей. Настроение, антураж и гармония в отношениях с партнёром. Если они уверены в своей половинке и близости к ней духовно, то эти люди буквально окружают её нежностью и заботой. Отсюда и отличный секс. Ведь им важно доставить удовольствие партнёру. А вот секс на первом свидании – это не про них. Им важно привыкнуть к человеку. Как правило, число девятка – это сексотип. Секс – это игра. Девятки немного легкомысленны, с ними легко и приятно проводить время. Они могут остроумно пошутить, но отпор дадут нехилый. Но для них сексуальные отношения – это не способ проявления чувств любви. Это просто игра, которая приносит много удовольствия. Девятки воспринимают секс, как, например, приём пищи или утренний душ. Это необъемлемый атрибут жизни. Готовы к разнообразию. Чем процесс веселее, тем больше удовольствия. Тем лучше. Ну и, наконец, если у вас получилась цифра 0, такое тоже иногда случается. Как это случается? Действительно, да, получается иногда, что у вас получилась цифра 0. И, кстати, в любой нумерологии, когда вы спрашиваете, вот у меня, допустим, в тех или иных расчётах получилось 0, как его рассматривать? Во-первых, 0 приравнивается к числу 22, 22 старший аркан, да? Ну, мы здесь напишем 22 аркан. Это карта шут, дура, 22 аркан или нулевой. И здесь мы можем сложить 2 плюс 2, получается 4, мы смотрим. Это я говорю про какие-то другие расчёты, потому что такой запрос был. И всё-таки, если получается 0, число 0 – это сексотип ведомый. 0 готов выполнять волю партнёра. Эти люди, стой там, иди сюда. Хорошо, если партнёр окажется сексуально развитым, и может показать, что такое секс и каким он может быть. Но может оказаться и наоборот, партнёр внушит 0 мысль о консервативном сексе, и всё, 0 дальше не пойдёт. Каждый человек в разных периодах своей жизни может иметь разный сексотип, всё зависит от партнёра, настроения и обстановки. Но общая характеристика остаётся почти неизменной и конечной же. Проверить её можно, только пробыв в отношениях с человеком какое-то время. Ну, в принципе, я рассказала вам про все сексотипы. Ещё раз хочу вернуться отдельно к цифре 0. Когда у вас в расчётах получается цифра 0, всегда приравнивайте её шут дурак, нулевой аркан. Можете и таким образом высчитать, тогда смотрите на цифру 4. Но имейте в виду, что нулевой аркан – это пустота. То есть всё с чистого листа. То есть здесь вообще разнообразие выбора. Человек может быть и суперсексуальным, также он может быть и абсолютно каким-то зашоренным человеком. То есть смотря, в какой среде он развивался, в каком социуме он жил, насколько ему подробно рассказывали о чём-то сокровенном его родители, то есть здесь очень много будет зависеть от других факторов. Ну что ж, дорогие мои друзья, я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Пальчик вверх, у слова благодарю. И, конечно, пишите. Мечты сбываются. СВВС и ваши мечты сбудутся обязательно. Всех люблю. Всем пока-пока.